Скандальная история в Волгограде. Там полицейские задержали предполагаемых участников международной группировки, которые промышляли организации пикантных съемок в интернете. Сами они утверждают, что всего лишь давали возможность особо любопытным пользователям подглядывать за интимной жизнью других. Так что же это? Порно-студия или приватное реалити-шоу? Кем являлись его актеры и куда уходило видео с клубничкой? Эксклюзивные кадры в репортаже моего коллеги Павла Брыкина из Волгограда. Ранним июньским утром бойцы спецназа штурмуют особняк на окраине Волгограда. Здесь, по версии следствия, живет создатель так называемого пикантного реалити-шоу. Порно-сайты, который позволял подсматривать за интимной жизнью других. Через несколько секунд металлическую калитку открывает владелец дома в нижнем белье. Молодой человек явно не ждал вооруженных гостей в масках. За что задержаны? Не знаю. Варианты есть? Ну, сигнализация сработала. Противоправной деятельностью занимаетесь? Нет. Виталию Базареву 31 год. Он хорошо разбирается в компьютерах, создав в интернете несколько десятков сайтов. Но, по мнению полицейских, большие деньги и популярность в определенных кругах приобрел лишь после того, как стал заниматься производством порнографии. В распоряжении нашей программы оказались некоторые видеоролики, снятые в Волгограде. По закону, мы не можем показать в эфире все фрагменты этого порнографического реалити-шоу. Герои пикантного видео – обычные студенты. За участие в съемках каждый из них получал 500 долларов в месяц и бесплатное жилье. Квартиры располагались в дорогих домах в разных районах Волгограда. Камеры были установлены во всех помещениях – на кухне, в гостиной, прихожей, спальне, в ванной комнате и даже на балконе. Например, на этих кадрах две раздетые девушки принимают вводные процедуры. Задержанный Виталий Базарев показывает полицейским свой мощный компьютер. Через него он контролировал работу видеокамер на съемочных площадках. На жестком диске машины – сотни порнороликов. На этих кадрах полицейские проводят обыски в квартире другого предполагаемого участника группы. По версии следствия, Дмитрий Корнеев был идейным вдохновителем порнопроекта «Волгограде». Что-то, что имеет отношение к порнографии, изготовлению, распространению здесь есть? Вообще ничего. На лоббике телефона? Все, если на этом ничего нет. Всего в организации пикантных съемок полицейские подозревают пятерых человек. Лидером считают Ивана Коваля. Он 10 лет жил в Европе, работал на стройке и регулярно подсматривал в интернете за жизнью других людей. Когда вернулся в Россию, решил запустить собственный порносайт. С ним связался его давнишний друг из Соединенных Штатов Америки, который рассказал, что непосредственно в Америке можно снимать реалити-шоу 24 часа под камерами. И за эти просмотры пользователи сети интернет платят, соответственно, деньги. Подписку покупают от 30 до 100 долларов. Главным в этом бизнесе было качество картинки, поэтому организаторы реалити-шоу покупали дорогие камеры, способные снимать в формате 4К. Сейчас все оборудование аккуратно сложено в кабинете следователя. Три комнаты, допустим, в квартире. Две комнаты можно просматривать бесплатно. Любому пользователю зашел, зарегистрировался на сайте и смотришь за жизнью, допустим, на кухне и в зале. Как люди живут обычной жизнью, кушают, смотрят телевизор. Также в других комнатах, допустим, в ванной комнате и в спальне стояли камеры, которые можно только вот непосредственно за подписку купить и смотреть, чем люди занимаются непосредственно после 8 часов вечера. Что хотите делайте, но главное, чтобы у вас были подписчики. Нашей программе удалось встретиться с основными подозреваемыми по этому громкому уголовному делу. Молодые люди выглядели растерянными. Зачем вы организовали порно-студию? Мы не организовали порно-студию. Не организовали? Не организовали. Но вас ведь в этом обвиняют. Все вопросы туда возвращаются. Задержанные по подозрению в производстве и распространении порнографии до сих пор не понимают, почему их бизнес заинтересовал полицейских. Или просто умело играют свою роль, чтобы уйти от ответственности. Никакого отношения к порно-студии вообще не имеем. У нас проект реализован как Дом-2, прям в точности. Никаких правонарушений, никаких. То есть у нас нет оператора, который с камеры ходил, там, снимал какие-то порно-материалы. Это просто следение за личной жизнью людей, с их согласиями по договорам, понимаете? И то это транслировалось в Европу и в Америку, не в Россию. За жизнью волгоградских студентов подписчики из Европы и Америки наблюдали почти год. За это время клиентами сайта стали более двух тысяч зрителей. Наибольшим спросом пользовались съемки в темноте. Вот фрагмент этого видео. Сейчас все изъятые видеоматериалы этого скандального уголовного дела отправлены на экспертизу. Задача специалистов доказать, что реалити-шоу волгоградских режиссеров-самоучек содержит порнографию. Сайт, через который американские и европейские подписчики наблюдали за интимной жизнью российских студентов, заблокирован. Все квартиры, где проходили съемки, опечатаны. Следователям предстоит отсмотреть тысячи часов пикантного видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!